Всем огромный привет! В этом видео мы будем подстригать короткую, аккуратную стрижку, называемую крюкат или ежик. Кто как кто-то называет, кто как хочет. Мы что делаем сейчас? Техникой, машинкой с большой насадкой прорабатываем все по росту волос, сбивая массу. Затем создаем аккуратный переход. Когда я выполняю переход, я люблю пользоваться вот такой простой, незамысловатой техникой, называется стрижка машинкой на расческе. Затем к этому месту, где я стриг перед этим на расческе, я подхожу насадками. Использую в переходе насадки от большей к меньшей. Сейчас насадка одета 12 миллиметров. И теперь я буду использовать технику уменьшающейся насадки. Сейчас я буду уменьшать насадки от большей к меньшей, попутно спускаясь в самую нижнюю зону своего перехода, перехода клиента. А самую нижнюю зону я просто-напросто сбрею триммером и может быть немного попытаюсь растушевать, размыть все насадками. Затем я аккуратно по просьбе клиента простригу и мучу скобочкой, кавычкой, кто как называет. И еще немного поработаю над переходом в попытках добиться чего-то максимально аккуратного и красивого. Незаметно мы подобрались к стрижке затылка. Выполнять нужно стрижку затылка абсолютно так же, как вы выполняли стрижку висков и всего остального техникой, машинка на расческе и затем насадками от большей насадки к меньшей насадке. Видишь, это довольно легко и довольно просто. Получится абсолютно у каждого нижние пару сантиметров или ту длину выбери, которая тебе кажется нужной и максимально красивой, сними ее триммером. Мне кажется, вот этой длины в этом случае достаточно. А линию триммера необходимо будет размыть просто-напросто машинкой с открытым ножом. Главное, не забывай пользоваться чистящими средствами для своих машинок. Если ты не будешь пользоваться, все пойдет ни как нужно. Затем ты выполняешь стрижку висков на противоположной стороне виска, которого ты уже подстриг. Да, все как бы разумно. Делать нужно все то же самое, что делал на противоположной стороне. Никуда не торопись, делай все максимально вдумчиво и аккуратно. Сделать нужно максимально симметрично в противоположной стороне. Просто вспомни, как я рассказывал, что я делал на той стороне и делай то же самое на этой стороне. Можешь использовать разные техники при выполнении перехода. Подровняй клиенту челку. Обязательно все перепроверь. Сделай так, чтобы твой глаз радовался. И как только твой глаз возрадуется, обязательно отпуская своего клиента, сделав ему предварительную укладку. Выполнять нужно укладку любыми своими средствами. Теми, которые тебе больше всего нравятся, те и используй, мой друг. Все легко и просто. Парикмахер это не сильно сложная профессия, чтобы зайти в нее и начать хотя бы немного зарабатывать денег. Советую, подпишись и поставь лайк.